Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. На работе давно познакомилась с мужчиной, было чисто деловое общение, но я чувствовала, что я ему симпатичен. Это так оказалось, ко мне подошел коллега и сказал, что меня интересовался тот самый человек, который пригласил меня в кино. Но этот человек ему ответил, что у него есть парень, наверное, у меня есть парень, и ловить нет, то есть со мной нечего. Да, у меня есть парень, на тот момент у нас в отношениях все было хорошо. Я это все забыла. В общем, сейчас мы с моим парнем решили взять паузу и пожить раздельно. Я решил написать этому мужчине с работы, пригласить его в кино. Он так был этому рад, с удовольствием согласился. Вот мы сходили в кино, и я решаюсь ему сказать, что я еще в отношениях. Он мне говорит, ты мне давно была симпатична, я рад, что ты мне написала, но что касаемо твоих отношений, я изначально ни на что не рассчитывал, поэтому для меня ничего не изменилось, как понимать его слова. Затем тогда он сейчас продолжается наобщаться, пишет мне, но ни на что не рассчитывает. Я запутывал, а сейчас скажет, что старше меня на 10 лет, и еще писал мне, что считает себя недостойным меня. Но говорит, что я ему очень нравлюсь. Не понимаю. Ну смотрите, здесь ключевым моментом является тот факт, что вы сами не до конца понимаете, судя по всему, чего хотите и что происходит непосредственно в вашей жизни. То есть, вы вроде бы говорите, что вот, я как бы рассталась, ну, с мужчиной. Или вы не расстались, а вот как вы говорите, ну, взяли паузу, взяли паузу в отношениях. Вот, и соответственно, когда паузу вы в отношениях взяли, вот, вы начали общаться как бы с другим человеком. И само по себе это нормально, то есть, ну, вот, как бы, в этом нет ничего такого. Но, как бы люди, да, они прекрасно понимают, что если вы в отношениях, значит, вы не свободны. И как бы рассчитывать на чего-то серьезное, да, рассчитывать на что-то серьезное. Ну, наверное, не стоит. Так это, вот, ну, как, как правило бывает. Вот. То есть, как, ну, то есть, как правило это так работает. И здесь ключевой момент в том, на мой взгляд, что вы пытаетесь, вот, молодого человека, ну, ну, понять. Вот. А вам нужно разобраться здесь в первую очередь в себе, во-первых. Из-за чего у вас трудности в отношениях с парнем, вашим парнем. Да, потому что вы разошлись и, соответственно, есть какие-то проблемы. Вот. Не совсем понятно, пауза, пауза ли это у вас, ну, 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 в отношениях или это конец. Потому что тут тоже могут быть разночтения. Вот. То есть, по факту, по факту, мужчина вполне может просто как-то защищаться, чтобы не обжечься. Потому что, ну, вдруг вы решите, там, грубо говоря, да. Вернуться к своему парню, ну, обратно. Вот. И в этом случае, в этом смысле, вот, что ему делать, да? Вот. То есть, тут вам нужно именно что разобраться в себе, вот, разобраться, в общем-то, в том, чего вы хотите. И дальше уже, ну, как бы опираясь вот на это, да, уже как бы смотреть, что дальше я буду делать. А сейчас вы просто в этом смысле, ну, пытаетесь, как бы, понять человека. Вот. И, естественно, у вас не получается, потому что нужно понимать себя. Вот. Я бы сказал, что в целом ситуация довольно такая, знаете, странная, что подходит коллега, говорит про мужчину, что он хотел вас пригласить, но, вот, коллега ему, ему, сказал, что, ну, что у вас есть парень и так далее. То есть, вот, для меня это, ну, в общем-то, довольно странная такая модель поведения. Ну, вот. То есть, ну, как будто бы вы, вот, сами, как-то вот, ну, себя, да, не презентуете. Вот. То есть, как будто бы, ну, за вас, вот, ну, кто-то, 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 кто-то говорит за вас. Понимаете, да? Вот. Вот. Я бы сказал, что это странно. Вот. То есть, здесь, вот, вполне может быть такая история, что мужчина, ну, сейчас вот, таким образом хочет как-то вывести вас на инициативу, что вы инициативу, ну, взяли первое на себя за развитие, за развитие отношений. Вот. А поскольку, поскольку вы, может быть, ну, как-то вот не до конца определились с тем, чего вы хотите, да, то есть, поскольку, ну, не совсем пока, вот, понятно, да, вместе вы со своим парнем или нет, вот, то действительно есть, ну, такой, вот, достаточно хороший шанс на то, чтобы вывести, ну, на то, чтобы вывести вас на инициативу. Вот. И тогда получится, что, ну, мужчина, он, вот, так скажем, ни за что не отвечает. Понимаешь, да, какая, какая здесь, ну, какая здесь есть, вот, вероятность, неприятная, так сказать, достаточно. Вот. Вот. Поэтому крайне важно, чтобы у вас была своя собственная позиция. Крайне важно, чтобы вы понимали, чего вы хотите, куда вы идете, вот, и так далее. А вы, вместо этого, сейчас, получается, как бы ждете, да, вот, ну, определенного поведения от мужчин, если вы говорите. То есть, если для тебя ничего не изменилось, да, то зачем, как бы, ты мне пишешь тогда, вот. А что такого? То есть, как бы, почему, ну, условно говоря, да, вам нельзя писать, если, там, ну, ничего не изменилось? То есть, что такого? Или здесь дело в, или здесь дело в вашей, ну, надежде, которая, которая, как бы, ну, появляется теперь. Вот. То есть, дело может быть в вашей надежде, что это, вот, новый, новый мужчина у вас. Вот. Понимаете, да, какая, какая штука? Но если, если мы говорим о надежде, да, вот, если мы говорим о надежде, то эта надежда, она проистекает из определенного желания, вашего желания, чего-то. Вот. И здесь, конечно, необходимо разобраться с тем, что это за желание, что это за, вот, ну, потребность, то есть, чего вы хотите, опять же. Вот. То есть, сейчас, вероятнее, ну, вероятнее всего, ваш новый мужчина, он, как бы, воспринимает отношения как что-то временное. А вы демонстрируете избегание личной ответственности за, вот, как бы, ну, за свои решения. То есть, вот, ну, когда, когда вы решили, например, что, ну, вам нужна пауза в отношениях с другим человеком. Вот. Вы, вероятно, ну, как бы, остались в какой-то, в какой-то степени в подвешенном состоянии. Вот. То есть, ну, не до конца, как бы, вы эту ситуацию разрешили для себя. То есть, ну, не до конца как-то вот в ней разобрались, да. Вот. И, вероятно, тоже в какой-то степени ответственности вы хотели избежать. То есть, ну, чтобы вот не решать, да, с молодым человеком проблему, да, не решать, вот, ну, ту ситуацию, которая произошла. А, чтобы просто оставить, вот, все как есть, вот. Ну, это довольно, довольно деструктивный путь, вот, потому что, ну, по большому счету, проблема, как была пока осталась. То есть, вы модель своего поведения по-преднему не выработали, чего хотите, вы не знаете, вот, до конца, как бы, как бы, страницу с мужчиной не закрыли, вот, новые отношения, новые отношения вроде бы начали, но, как бы, не совсем, не совсем. Вот. И, на мой взгляд, вы не отдаёте себя, что в том, а зачем я, собственно говоря, рассказала, вот, ну, зачем я сказала новому мужчине, вот, что я, ну, как бы, в отношении, то есть, зачем? Вот, вы ему, ну, в этом, признались, признались, да, вот, вроде бы хорошо, в смысле того, что, ну, как бы, ну, честно, вот, вроде бы хорошо. Но, опять же, вопрос, как бы, того, на что вы рассчитывали, вот, то есть, на что рассчитывали, чего, чего ожидали, вот, и так далее. То есть, вот это, вот это, вот это, эээ, несколько не ясно, эээ, сейчас, несколько, этот момент не ясно, вот, ну, и, конечно, остается вопрос, эээ, ваших ожиданий, от, эээ, мужчины, да, то есть, чего вы ждёте, вот. Ждёте, что он будет ухаживать, ждёте, что он будет, эээ, серьёзно к вам относиться и так далее, вот. И соотнести бы эти ожидания с реальным, эээ, с реальным положением вещей. А, вот, стану читал, в реальном, эээ, реальное положение вещей, эээ, таково, что вы, ну, ещё по, ещё, как бы, не завершили, да, эээ, ну, вот, ээээ, другие отношения вы не завершили, вот. И, в общем-то, ээээ, ну, пока, эээ, пока вы не завершили эти отношения, другие, вот, то, конечно, у вас будет, вот, ээээ, витать, именно витать, такая неопределённость, и это вполне нормально. То есть тут нужно увидеть только то, что, вот, эту неопределённость создаёте вы сами, потому что, ээээ, ну, видимо, избегаете принятия решений, может быть, одна боится остаться, может быть, что-то ещё. Вот. И, соответственно, здесь уже именно с этой проблематикой, да, эээ, нужно работать и взаимодействовать. Что касается того, что мужчина старше вас на 10 лет, здесь тоже, эээ, весьма интересный момент. Ээээ, важно, конечно, то, сколько лет вам, потому что, эээ, разница в возрасте 10 лет, она, как бы, эээ, ну, не так, ээээ, не так критично, да, эта разница в возрасте, в принципе, ну, вообще-то. Ээээ, вот, но, как правило, вот, как правило, ээээ, стация здесь, ээээ, следующая, ну, ну, бывает. То есть, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ с партнером своего возраста, вот, тогда я выбираю человека постарше. То есть, иными словами, вы себя сдерживаете в отношении с прошлым молодым человеком, с которым сейчас вы разъехались и решили пожить отдельно. Вы себя сдерживаете с ним, скорее всего. Вот. И, в общем и целом, не позволяйте с ним, а себе, быть собой. Вот. Ну, может быть, вы считаете его недостаточно надёжным, может быть, вам кажется, что ещё какие-то проблемы есть. Так или иначе, вы себя сдерживаете. А, вот. И с мужчиной постарше вы чувствуете себя по-свободнее, конечно. Вот. То есть, по-свободнее, в смысле того, что я могу, вот, ну, свои желания, да, реализовывать. То есть, я могу с ним, вот, в этом, ну, в этом смысле быть, быть маленькой, быть девочкой. Вот. Ну, как бы, может быть, с этим, может быть, отчасти с этим. А, и связано. То, то, вот, как вы, ну, отреагировали на его поведение, да, на его решение, то есть, на его, ну, восприятие вас. То есть, вот, может быть, с этим связано, как раз. Вот. А, может быть, и нет, конечно. То есть, может быть, ну, может быть, и в другом, вообще, дело, да, как бы тут, может быть, дело вообще, ну, не в этом. Понимаете, да? То есть, может быть, тут, тут вообще как-то вот все иначе. Вот. Потому что то, о чем говорю я, это, вот, просто предположение и не более того. Ну, как бы, просто, просто так мужчину старше себя. Человек, человек не выбирает. Как, ну, как, как правило. Поэтому то, что вы выбрали, вот, ну, то, что вам понравился этот человек, вот, и то, что вы, в целом, ну, оказались вот в такой, в такой ситуации, вот, это, конечно, именно, вот, ну, свидетельство того, тех личностных проблем, о которых я говорил, вот, как правило. Так, так это, как правило, бывает. Понятно, что есть свои нюансы, и было бы очень здорово, если бы вы пояснили бы нам, ну, ну, какие-то, какие-то, какие-то вещи, да? То есть, ну, было бы здорово, если бы вы, если бы вы рассказали нам, ну, более, вот, более подробно свою историю, вот. Вот, ну, как бы, сейчас мы имеем, вот, по факту мы имеем тот, мы имеем вот, то, мы имеем то, что имеем, вот. И, ну, на мой взгляд, на мой взгляд, вы могли бы, вот, ситуацию, ну, ситуацию в целом прояснить, что сделать ее более прозрачным, вот. Исходить нужно из ваших ценностей и чувств на данный момент. Что я чувствую по отношению к своему парню, с которым я разъехалась сейчас? А, то есть, вижу ли я, ну, будущее с ним, вот, вижу ли я с ним, ну, какое-то, вот, дальнейшее, так скажем, ну, соединение, да, например? Или нет? То есть, если, если вижу, если, вот, как бы, что-то чувствую я к нему, то что я чувствую к нему? То есть, что это за чувство-то вообще? Как, ну, как вы его ощущаете, да, там, ну, на что оно направлено, на что оно нацелено и так далее? Вот, это важный момент. И из чего, из каких моих ценностей я сейчас общаюсь вот с другими мужчинами? Да, тоже очень важный момент. Причем, обратите внимание, пожалуйста, что нет какой-то цели вас как-то обвинить в чем-то. Вообще есть, есть, как бы, ну, есть цель, да, есть, есть желание только, ну, как бы, ну, помочь вам. Да, как бы, то есть, есть только, вот, такая поправность, а, как бы, структурировать то, что в вашей жизни сейчас происходит. Вот, вот, чтобы, ну, чтобы вы, вот, сами, как, ну, как-то вот, лучше бы понимали, что сейчас вообще творится в вашей жизни. А, вот, а у меня пока есть такое ощущение, да, что вы этого не понимаете. Ну, что вы, как бы, от этого несколько отстраняете с решения самостоятельно принимать не хотите. И некоторые ваши, ну, поступки, да, некоторые ваши действия, скажем так, они вот вызывают, ну, вопросы, они вызывают такое, знаете, ну, непонимание, вот. То есть, ну, как бы, для чего? Для чего и зачем? Для чего и зачем? Для чего и зачем? Например, например, вы поступаете так-то, а не так-то, да? То есть, ну, разъезд с парнем, это, это не решение, да, блин? Вот. А слово СОВСЕНН. А слово СОВСЕНН. Это просто, вот, как-бы, САМАСТОЯТельное, такое, вот, создание, э-э-э... Подвещенной ситуации, по , по, по большому счёту, вот. То есть, ни вам, ни молодому человеку, как бы, от этого, да, ну, вообще, эээ, хорошо не будет, вот. Вы просто, вот, ну, по большому счёту, эээ, теряете время, вот. Ну, вы теряете время, эээ, своё время, эээ, его время, вот, если он, там, на что-то надеется. А если у вас есть, если у вас есть проблема, если у есть, ну, некий, вот, такой, ээээ, скажем, скажем так, ээээ, ну, конфликт, то, эээ, им нужно разбираться, он сам не рассосётся, вот. То есть, эээ, в целом, ээээ, ситуация выглядит так, как будто вы пытаетесь, ээээ, как-то, вот, ээээ, имея про запас, одни отношения выстраивать другие, вот. То есть, это уже, вот, по большому счёту, не про желание быть, ээээ, ну, с кем-то. А это больше про, эээ, потребность, эээ, себя безопастий, ээээ, ну, как-то, вот, ээээ, ну, со своей, вот, ээээ, такой, ээээ, ээээ, привозится, ээээээ, что-то, что-то сделать. Ну, на мой взгляд, эээээ, на мой взгляд, ни к чему это не приведёт, вот. Как только люди почувствуют, в частности, вот этот мужчина почувствует, что вы в нем нуждатель, да, как только он это почувствовал, он сразу же получит такой соблазн, да, этим воспользоваться. Не потому, что он плохой какой-то, нет, просто потому, что так устроена вот система, система взаимоотношений между людьми, вот, хочется нам этого или нет, и вам нужно это учитывать. А у меня есть некоторые сомнения относительно того, учитываете ли вы это, есть у меня вот некоторые на этот счет сомнения, простите, пожалуйста. Ну а там все, я надеюсь, что мой ответ был вам полезен, желаю вам всего самого доброго, удачи и обращайтесь за помощью, вам она пригодится. Субтитры сделал DimaTorzok